Что? Что там? Смотри. Видишь? Что? Видишь? Что? Нет, видишь? Я не пойму пока. Там березка. Зима прекрасная, заснеженная пора. Для многих туристов зимой туристический сезон заканчивается, но для таких опытных выживальщиков, как мы с Михаилом, это время, когда мы можем схлестнуться с дикой необузданной природой, остаться тет-а-тет один на один и смотреть регулярно смерти в лицо. И сегодня мы отправились снова в тайгу, и сегодня мы будем рассказывать вам, как выжить в зимнем заснеженном лесе. Какая же самая серьезная опасность у туриста зимой в лесу? Нам усложняет процесс перемещения снег. Для того, чтобы не замочить ноги, чтобы не провалиться снег, нам нужно будет приготовить кашу. Снегоступы. Наш опытный знакомый плотник, выживальщик Игорь Валентинович, всегда рекомендовал использовать для этого сухие деревья. Вот, к примеру, я вижу одну хорошую заготовочку. Сейчас мы сделаем себе... Главное, пальцы не отрудить. Лыжи. Вот, в принципе, и все. Крепление можно было сделать из консервных банок, ну или любого металлического мусора, который был с собой в походе. Итак, первый снегоступ готов. Сейчас пока быстренько сделаем сразу второй. И отправимся вглубь леса. Сразу одно замечание. Если, к примеру, у вас одна нога, то вторую вам, естественно, делать не надо. Да, это важно. Это важно. Потратив незначительное время, где-то около 15 минут, и немножечко усилий, у нас получились два отличных снегоступа. Занимаясь зимним туризмом, необходимо помнить о том, что зимой светают значительно раньше, чем летом. И для этого вам необходимо запастись современными технологиями для освещения. Это важно. Но пользоваться ими надо, когда темнеет. Слышишь, Санчо? А ты мне скажи, где бабки-то мои с партнерки вообще? Миш, ну мы снимаем идейное видео, полезное для людей. Рекламы у нас никогда не будет. Мы же не за денег это все делаем. Дай. Да, конечно. Ну ладно. Так что денег нет. Как же пользоваться грамотно снегоступами? Есть много разных техник. Я вам расскажу о самую, наверное, простую и самую популярную у нас. У таежников, у альпинистов, все, кто ходит в дальние погоды. У эпидемиологов. Зимние. Экспидемидеологи. Вот эти все. Вот так вот. Конечно, затратив немало усилий, но мы преодолели километров 15. Сейчас находимся у подножия горы Фудзияма. Но наверх мы сегодня, наверное, подниматься не будем. Да, нам нужно будет. Разобьем лагерь здесь внизу. Сейчас построим шалаш. Развезем костер. Выкопаем все могилки. Вот. И спокойно ляжем спать. Ты шалаш достроил? Да, готовился. Ну, в принципе, нормально. Сейчас это. Смотрю, уже лыжи сушим. Да, я видел заячьи следы. Я думаю, сейчас мы с помощью дедовского метода старинного подстрелим его. Есть такое расхожее выражение. Раз в год и палка стреляет. Но большинство людей даже не подозревает о том, что так на самом деле и бывает. Обычно мы выбираем специальную древесину. Не стрелянную. По ней видно, стреляла ли палочка или нет еще в этом году. Поэтому наши лыжи многофункциональны. И мы не только с помощью них преодолеваем целину нехоженную, но и добудем себе пищу сегодня. Опытный следопыт всегда найдет кроличьи следы в зимнем лесу. Потому что это зимний лес и в нем видно заячьи следы. Как мы видим, по следам это трехногий заяц. Поэтому выследить его не составит особого труда. Заяц существо хитрое, но глупое. Еще при всем прочем довольно быстрое. Поэтому охота на зайца, особенно с лыжей, огнестрельной лыжей, нужно соблюдать тишину. И как минимум, ну по крайней мере стараться издавать минимум посторонних запахов. Рацион туриста богат не всегда хорошими консервами. Поэтому это усложняет охоту на зайца с огнестрельной лыжью. И так как у нас не очень много времени на то, чтобы его искать, мы выманем его. Мы попробуем использовать старинную мудрость. Заяц отзывается всегда на голос себе подобных тупых тварей. Вижу. Вроде попал. Так, это все стрельминто? Давай вторую. Подраночку надо добить. Пойдем, пойдем, зай. Вот такая вот, ребята, охота. Только лыжи жалко две. Сейчас если промажем, все, лыжи гончились. Только не промахнись, Сань. Больше попыток нету. Ну что, Санек, в зайца стрелял, да? Да. Попал в зайца, да? Ну да. Ну, она отозвался же на песню, правильно? Конечно. Ну, я и стрелял. И ведь попал в зайца, да? Вот лапка даже у нас от него осталась, да? От зайчика. А кто мог подумать, что зимой вообще грибники какие-то сраные ходят? Я как бы думал, что за зайца я ей стрельнул. Беллажно. Добыл мяску, готовь, чего, жрать-то больше нечего. Хорош, да окапываться, ну, блин, с кем-нибудь не бывает. И вообще, как бы, тайга, это, ну, как бы, не Диснейленд, правильно? Это суровое, для мужиков. Эй! Да, да. Ну, а что, не мясо, что ли? Нормально. Разводи огонь. Потому что, у нас все равно нет. Привет! Привет! Ну что же, наступает ночь. Хотелось бы подвести итоги. Сегодня мы рассказали вам, как приготовить снегоступы, как охотиться на кроликов. Желательно, конечно, проверять зрение перед походом, чтобы не случилось таких неприятных казусов, как у нас. Также мы рассказали, как построить шалаш, комфортный, со светом. Ну, хотя, в принципе, шалаш мы рассказывали в предыдущем видео. Если кто не видел, то обязательно будет ссылочка в рекомендации. А мы будем готовиться, наверное, сейчас к отбою. Ждем вас у нас на канале на следующем видео. Не забываем подписаться, поставить лайк и нажать на бубенчики, чтобы не пропустить новое видео. Всего доброго! Всего доброго, ребята! Да! Нажимайте на свои бубенчики! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!